здравствуйте друзья у нас тут письмо с вопросом вокруг недвижимости но там на самом деле как бы сразу много вопросов поэтому светлана будет зачитывать и мы так потихонечку будем отвечать да это письмо светлана из чикаго оригинал с украины из черновцов да значит они сейчас занялись покупкой дома они хотели бы купить дом в пригороде чикаго хорошо они уже были у брокера моргидж брокера да сделали они сделали оценку приопробов когда вы идете к моргидж брокеру он вам письмо такое дает что вы приопрут на вот такую-то сумму то есть когда вы начинаете разговаривать с кем-то вы знаете сколько у вас денег есть я не знаю что у вас деньги есть теперь их интересует вопрос как же выбрать правильный интерес рейд откровенно говоря нам кажется что этот брокер завышает интерес пока мы не торговались потому как это только приопробовал но все же как поступать правильно в данных ситуациях чтобы не кусать потом локти интересующие вопросы первое как узнать сегодняшний рейд на который мы с нашим доходом кредит скорой сумм занимаемой и так далее можем рассчитывать не полагаясь при этом лишь на самого финансового брокера да почем нынче мертвые души так значит что тут сказать есть разные банки давай я все зачету вопрос даже нет нет над по одному свет мы потеряемся значит есть разные банки и не только банки есть организации которые не являются банками но тоже дают деньги именно специализируются на моргиджах там и так далее значит каждое такое учреждение имеет свои критерии для вычисления вот этого рейта соответственно один брокер представляет какое-то количество учреждений дающие деньги дающие деньги взаймы если вы приедете в банк вот например у нас есть Wells Fargo Bank хорошие там все дела вы туда приходите там сидит человек но он вам может дать деньги только от Wells Fargo Bank он не может вам дать от Bank of America или там от Chase Manhattan понимаете а есть брокеры которые работают с большим количеством но не обязательно большим учреждений соответственно они могут вам предложить на выбор что то же самое что есть страховой агент компании там скажем Allstate он только с Allstate работает а есть брокер у которого там 5-8-10 компаний поэтому единственный способ посмотреть какие у вас могут быть рейты какая цена одалживание денег значит походить по нескольким вот но самое главное что вы должны понимать что бы он вам не сказал и что бы он вам в этом письме не написал в тот момент когда вы дадите оффер оффер будет принят и все бумаги отправятся куда им положено отправиться вам могут не дать того что он там вам написал за это время может измениться интерес и в сторону повышения и в сторону понижения и рассматривайте это как такое знаете письмо о намерении знаете не больше не больше того никаких четких цифр там нет больше того когда вы уже подойдите куда-то вы не сможете перекинуться к кому-то кто скажет я тебе дешевле сделаю у вас не будет времени оставаться до закрытия escrow поэтому вы пойдете с одним и вот там сколько дадут вот вы столько и возьмете а то могут и вовсе отказать давай свет ты хочешь добавить к этому нет нормально можем ли мы торговаться рейте вы не можете торговаться это банк нет 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 там есть такой нюанс да рейты можно выкупать то есть есть это торговаться они торговаться вы не можете причем эти рейты они чуть-чуть отличаются от банка банка то есть выбирая например моргид брокера да у которого сразу много банков он говорит этот банк такое вот я сейчас посмотрю у меня там была такая программа вот там такие такие то условия вроде бы вы со своими критериями под эти условия попадаете она может быть немножко интерес ниже но дальше после того как у вас уже есть какой-то интерес он вам может быть если вы хотите это не всегда имеет смысл но если вы хотите вы можете выкупить какой-то поинт то есть какой-то процент этого интереса заплатив лишние деньги так то есть вам например вам говорят вы тебе даем 4 процента но если ты заплатишь 1000 долларов например вот прямо сразу нам отдашь мы тебе дадим не 4 а 375 вы можете выкупать интерес кешем об фронт прямо бах можно дальше значит что означает разные другие поинты и джасмэнс closing cost from lender closing cost не from lender идет closing cost платит продающая сторона как правило я или по договоренности все зависит от маркета то есть бывает так вот на сейчас маркет такой дикий поэтому продавец почти ничего и что такое closing cost когда происходит real estate транзакция то есть дом переходит из рук в руки есть очень много всяких расходов которые нормально чина же представить себе не может что это такое работа за регистрацию заплатить в каунте там надо заплатить за оценку чего-то потом какой-то там title title insurance до государственный сбор еще что-то еще там такая простынища вылезает довольно большая сумма набегает а вот это называется closing cost и и вы его и важно кто его платит опять в зависимости от рынка это может быть покупающая сторона или продающая сторона или 50 50 это то о чем торгуется вот когда вы будете когда вы будете оффер давать то в зависимости от ситуации вы можете сказать мы берем на себя closing cost если вы очень хотите купить там и так далее а если они очень хотят продать они говорят closing cost на нас я бы лучше вместо того чтобы торговаться вот по поинтам да и вот тут у вас цифры перечисляются и так далее не забудьте такую вещь переговорить с агентом я кстати не знаю как в чикаго там оформляется ли это все все бумаги оформляются ли реал-эстейтным агентом или лоерской фирмой а то есть тайтл компании или лоерской фирмы да 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 как там у вас все происходит но что важно значит и дело в том что когда вы покупаете дом то агенту платит обычно продающая сторона но как вы понимаете эти деньги не берутся из воздуха и что продающая сторона их заплатила да эти деньги заранее закладываются в продажную стоимость то есть тот человек который покупает он формально вроде бы не платит агенту да но это из его денег поэтому когда вы покупаете вы спросите сколько агент получает денег то ли это рел-эстейтный агент а благодаря сколько получает брокер который ему дает это тоже интересно в общем да то есть на самом иногда бывают начинающие агенты зависит от того сколько вы работы на себя берете по поиску жилья я например всегда любила искать жилье сама и никогда не ездила с агентами потому что я чувствовал на себе давление какое-то что они хотят чтобы я что-то купила а я хотела ездить сама и а есть люди которые с мнением про секунду я вызывал только в тот момент когда я уже говорил все вот вот на этот дом и пишем вот поэтому некоторые агенты которые начинающие у которых клиентов не очень много и у них есть совершенно официальная такая процедура когда они часть своих комиссионных которые они получают с продающей стороны просто вам возвращает во время плосина есть это не нравится потому что это значит что твой агент некачественный он не ценит обещание это зависит от опытности покупателя да сколько он работает я же говорю что это все зависит от работы если агент вас возил на всю катушку вы пытаясь ему выкрутить руки и забрать ему комиссионные наверное это не хорошо но если я зову агента только оформить бумаги все сделала сама это наверное что-то они не могут запись когда они начинающие людей нужен хороший агент я я бы на их месте не пытался на этом сэкономить честно вырежете дальше чего у нас так вот тут идет по процентам я даже не считаю что мы должны по процентам не надо углубляться по существу но по существу тут что closing cost какую-то сумму якобы банк дает на closing cost потом по каким-то разным поинтам стума это не невозможно сейчас еще лицо спроса перекроет за свои деньги что означает какой рейд мы бы не выбрали нам все равно за него придется доплатить что это какие-то проценты на процент и в общем в целом запутались мы не хотелось бы оказаться облапошенными так как имели горький опыт с покупкой машины успешно разрешенный однако давайте я скажу вот так значит все таки рил эстейтный моргидж брокер моргидж брокер это не первый человек который из которого вы начинаете проявлять интерес к покупке в первую очередь вам нужен рил эстейтный агент который работает на стороне покупателя вот на вашем значит когда у вас будет рил эстейтный агент он и это его работа свести вас со всеми необходимыми людьми где-то это будет электрик где-то где-то это будет человек по крышам по водопроводам где-то да и в частности это будет и моргидж брокер тоже значит не надо вам начинать с моргидж брокера потому что вы не знаете хороших да нет но вот эта вот фраза которая говорит что какой бы интерес ты не взял тебе все равно придется за него платить это говорит только о том что этот моргидж брокер куда-то их там втягивают понимаешь какие-то вещи которые вообще они на ней знать об этом не должны он нам дал интерес и все какой он может сказать хотите заплатить там значит можете заплатить и выкупить но дело не в этом у них еще и купить то ничего о каком интересе может сегодня идти речь если у них даже не известно чего покупать и неизвестно будет ли это покупка через месяц через три или через пять за это время фит еще два раза там интерес повысит и все что вы там сегодня на торгуете это абсолютно лишится всякого смысла поэтому я бы начал с рил эстейтного агента рил эстейтного который вас уже свяжет со всеми остальными людьми в частности моргидж брокер и который вам все это расскажет вы не должны по форумам по youtube каналам по каким-то таким местам сомнительным выяснять у людей чтобы это могло значить тем более вы живете в чикаго это штат или иной значит а мы живем в калифорнии и мы даже не знаем вот света говорила у вас там через адвоката оформляется тайтл переходит или на перчат через title компанию пойти там есть масса тонкости вот тот человек который ваш рил эстейтный агент и которому не надо чтобы он вам это самое от отстегивал проценты своей вот а пусть он на вас тратит время на всю катушку и объясняет и ходит с вами и показывает и так далее а дело в том что и моргидж брокер и рил эстейтный агент это люди у которых есть лицензия и никто из них не будет рисковать своей лицензии чтобы вас как-то обжулить нет но сознательно и чтобы их судили это это нет но когда вы выбираете рил эстейтного агента да поспрашивайте у своих знакомых наверняка они сталкивались уже есть какие-то недвижимости они вам посоветуют кого-то и прежде чем с кем-то вот начать работать вы выберете да то есть просмотрите поговорите с несколькими агентами и выберите себе того которым вы доверяете после этого все вы будете я ему доверяю вот он мне кажется не может быть и не надо выбирать может быть достаточно одного если вам люди заслуживающие доверия говорят вот это классный человек и вы доверяете начинайте с ним работать если он вызывает у вас какие-то антипатии или что-то вы чувствуете что-то не то ну пожалуйста поменяйте не нужно разговаривать с пятью чтобы разговаривать с пятью надо иметь опыт в оценке и так далее для начинающего не нужно 5 нужен один который вам нравится идите по одному и действуйте по рефералам по по направлению людей не по газете не по рекламе там я не знаю в продовольственном магазине а вот значит по совету людей которые знаете которые прошли которые желательно чтобы они тут были достаточно давно и не первый раз не последние там что-то покупали и продавали и так далее вот люди с одной покупкой они могут не очень как бы точно характеризовать так что вот такой у нас опыт все ребята счастливо